Новосветский винторогий червь, известный под скромным латинским названием Кохлиомия хоминиворакс, мать его настолько ужасен и устрашающ, что сам смысл его названия в переводе на русский язык буквально говорит нам о том, что он является человекоядным, сущностью, олицетворяющей собой жуткие аспекты природы. Несмотря на его зловещую репутацию, которая, безусловно, навевает ужас, к сожалению, лишь небольшой процент людей из поколения в поколение помнит о том, какие ужасы и бедствия эти мухи причиняли когда-то в отдаленных сельских районах, от солнечной и цветущей Флориды до живописных просторов Калифорнии и даже далеко на юг, к Панамскому каналу, которым легко проезжают яхты и круизные лайнеры. Невероятно, но именно НМВС известны тем, что откладывают колоссальное количество крошечных яиц, колеблющиеся от 200 до 500 за раз, внутри открытых, зачастую ранящих, и беззащитных тел млекопитающих. Когда яйца вылупляются, на свет появляются сотни крошечных червей, готовых начать свое ужасное и мучительное существование, проникая в плоть своей жертвы, вызывая при этом кошмарные страдания. Заражение этим червем — это крайне болезненное и мучительное переживание, и многие не знают, какую страшную цену придется заплатить за невнимательность. Любые попытки избавиться от червей, которые стали ненужными пассажирами в нашем теле, часто завершаются провалом, поскольку они способны копаться еще глубже в плоти жертвы, что и приводит к их угрюмому и устрашающему названию. Можно лишь представить себе этот ад, когда сотни крошечных червей, как ненасытные монстры, начинают бесстыдно поедать твою плоть изнутри, и если не предпринять серьезные и правильные меры по лечению, последствия могут оказаться просто катастрофическими и смертельно опасными. Вентороги и черви представляют собой такую опасность, что одно единственное заражение способно породить сотни мух, каждая из которых в свою очередь откладывает свои яйца на соседние животные, создавая бесконечный цикл страдания. Эти черви не слишком разборчивы в выборе своих хозяев и могут без особых проблем проникнуть в плоть крупного рогатого скота, милых белок, благородных оленей, верных собак и даже, в самых крайних случаях, в тела людей, нанося им такие повреждения, что они могут только мечтать о скорой смерти. Крупный рогатый скот стал основным объектом их беспощадных нападений. Они не щадили ни одну душу и безжалостно уничтожали огромные стада коров на юге США и в Мексике, оставляя лишь разоренные фермы и горе среди жертв. Многочисленные старые фермеры, пропитанные опытом и жестокостью времени, все еще могут поделиться пугающими и страшными историями о невольных телятах, корчившихся в ужасной агонии перед самой смертью, и о сотнях винторогих мух, жадно вылетающих из их окровавленных и истерзанных трупов. Способ названию «человекоядный» заимствован из-за особенно ужасных случаев заражения, произошедших в Южной Америке. Например, на острове Дьявола, жестокой и мрачной островной тюрьме, обитали тысячи этих кошмарных мух, которые за короткий срок стали причиной гибели сотен людей, изъятых из жизни насильно и безжалостно. Эти мухи не останавливаются только на откладывании яиц в раны, но также их ненасытные личинки безжалостно пожирают саму плоть, словно обладая жаждой разрушения и безумия. Присутствие винторогих червей в ране мешает заживлению, а разрушительные действия личинок приводят к неостановимому увеличению раны, оставляя ее открытой, подверженной инфекции и потенциальной смерти, которая может настичь человека, едва успевшего понять, что происходит. На протяжении многих десятилетий с 1900 по 1950 годы миллионы долларов терялись из-за гибели крупного рогатого скота по вине этих ужасных винторогих червей. Заражения этих червей стали настоящей катастрофой для фермеров, которые теряли свои стада, разорялись, страдая от огромных потерь в производительности. Черви особенно пагубно воздействовали на молодняк и беременных самок. Мухи с жадностью нацеливались, как коварные хищники на матерей, которые только что родили, и на их новорожденных милых телят. Даже невинный порез, полученный от колючей проволоки, мог стать причиной скорой смерти от заражения, и многие даже не подозревали, что такое может приключиться. Эти черви оказались настоящим бедствием для сельских и отдаленных ферм, причиняя страх и панику среди фермеров на протяжении целых десятков лет. Многие жители смирились с тем, что атаки винторогих червей стали частью их повседневной жизни на американской границе. Но вот, с изобретением специализированных радиационных устройств, появилась надежда на то, что этих насекомых можно будет победить и в конечном итоге истребить. Метод, разработанный USDA для контроля популяции винторогих червей в Северной Америке, заключается в массовом разведении миллионов этих ужасных и ненасытных насекомых в специализированных лабораториях, где они могут находиться вдали от опасного мира. На определенной стадии их существования мух подвергают радиационным воздействиям, которые делают их бесплодными и неспособными к размножению. Стерилизованные насекомые тщательно загружаются в ящики, отправляются в самолеты и затем сбрасываются с воздуха на заранее выбранные территории, словно дождь из хаоса. Массовое количество стерилизованных мух конкурирует с их плодовитыми сородичами, что приводит к значительному снижению репродуктивной активности и, следовательно, к исчезновению личинок этих плотоядных червей, подвиги которых стали настоящим бичом для животного мира. Эта программа, о которой идет речь, реализуется USDA в сотрудничестве с Комиссион Панама Эстадос Унидос «Парала Эрадикасион и Превенсьон Дел Гусано Барренадор Дел Ганадо» — КОПЭГ, которая базируется в живописной Панаме. КОПЭГ управляет лабораториями, исследует стратегии и контролирует самолеты, которые сбрасывают стерилизованных насекомых, чтобы снова восстановить гармонию в природе. Полеты по сбросу осуществляются через день, обычно по понедельникам, средам и пятницам. Эти рейсы неизменно сбрасывают около 14 тсс миллионов стерилизованных мух в дремучие джунгли Южной Панамы каждую неделю, создавая новую искусственную экосистему, где не будет места для опасной конкуренции. На первый взгляд этот план может показаться безумным или проявлением правительственной некомпетентности, однако, как показывает практика, программа действительно приносит свои плоды. Стерилизация насекомых имеет несколько значительных преимуществ. Она оказывается дешёвой, не требует введения генетически модифицированных особей в экосистему, не нарушает естественную среду обитания местных видов винторогих червей и не влияет на живых млекопитающих, которые становятся жертвами личинок этих смертоносных червей. Ранее принятые меры по контролю популяции винторогих червей часто включали использование агрессивных химических пестицидов, которые наносили вред не только самим насекомым, но и тем, кто их окружают, хозяевам, местным экосистемам. Этот метод значительно отличается от аналогичных проектов, направленных на сокращение числа комаров, бесконечно распространяющих различные болезни, поскольку они часто требуют использования генетически модифицированных особей, что вызывает у многих людей законные опасения. Мысль о запуске миллионов подобных изменённых особей навевает тревогу у широкой общественности, и стерилизация насекомых из этой программы не подвергается столь же негативному общественному восприятию. Тем не менее, стоит отметить, что эта программа обходится в миллионы долларов ежегодно, и существует вероятность, что ваши налоги используются для финансирования этой программы. Ваши деньги могли быть направлены на топливо для самолётов, которые сбрасывают миллионы винторогих червей в безбрежные джунгли Панамы. Когда я спросил свою жену о столь интересном проекте, она, будучи ветеринаром и прошедшей краткосрочную стажировку в USDA, закатила глаза и посоветовала мне не поднимать эту тему при сотрудниках USDA. По её словам, их гордость за эту программу граничит с невыносимостью и неодолимой гордостью, и почему бы и нет. Их безумная схема действительно сработала, и благодаря их усилиям молодое поколение американцев больше не знает ужасов, которые приносит с собой винторогий червь, ставший в прошлом символом страданий и потерь. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, пожалуйста, поставьте лайк и обязательно подписывайтесь на канал, где вы найдёте ещё много интересного и познавательного.